МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республика Западная Армения осуждает инцидент в церкви Офа. Погодная аномалия в Западной Армении, лед озера Чулдар, поврежденно тает. Оползень в провинции Сосун в Западной Армении. В этот день, в 2007 году, в Константинополе был убит Гранд Динг. В феврале 1919 года две армянские делегации в Париже, в Версале. Армянская национальная делегация от имени армян в Западной Армении во главе Погоса Нубара Паши, армянская делегация во главе с Аветисом Агроняном, представилась союзникам с просьбой признать национальные требования Армении. Министр иностранных дел Франции Пишон предложил армянским делегатам подготовить меморандум. 12 февраля 1919 года был представлен меморандум о претензиях Армении. Следующего содержания – признание независимого армянского государства путем присоединения с семи армянских территорий Западной Армении, келики и территории Армянской Республики Кавказа. 19 января 1920 года главы двух армянских делегаций Погосну Бар Паша и Аветис Сагаронян созвали собрание, на котором им сообщили, что решением Барижской ассамблеи мира де-факто признается независимость армянского государства в границах, в том числе и над Западной Арменией. Признание независимости было сформулировано так. То, что правительство армянского государства де-факто признано Верховным Советом, это признание не предопределяет вопрос о возможных границах этого государства. 20 января в Ереванском офисе Западной Армении начнется 10-дневный семинар, организованный парламентом Западной Армении. Тема семинара «Разработка стратегии Республики Западной Армении». На семинаре выступит президент Республики Западной Армении Арманак Абрамян. В семинаре примут участие члены парламента и правительства Республики Западной Армении. Объявление по случаю 46-летия создания армянской секретной армии освобождения Армении Асала в память о героях, погибших в Арцахской войне. В среду 20 января в 15 часов у мемориала воинам Асала в Ярабулуре состоится поминальная служба. В церемонии примут участие борцы за свободу армянской секретной армии освобождения Асала и бывшие политзаключенные. Панихиду отслужит архиепископ Галпакян. Армянское народное движение, Ереванский офис, телефон 093-730-737. Республика Западной Армении осуждает позорную инициативу повара по имени Юсуфкиан Гючтикин, который зажег костер и приготовил барбекю в исторической армянской церкви Сурб-Аст-Вацат-Син-Гермуш в западноармянской провинции Ргюрфа. Гючтикин комментирует, что его целью было привлечь внимание к плачевному состоянию церкви, но это было не более чем оскорблением церкви и христианской веры. Следует отметить, что необходимо приложить все усилия, чтобы защитить историческую церковь святого Аст-Вацатина, отремонтировать ее и снова открыть как место христианского паломничества. Напомним, церковь регулярно подвергается грабительским разрушениям кладоискателей, состояние здания ухудшается с каждым днем, а другое полуразрушенное строение рядом с ней полностью исчезло. Озеро Чилдыр в провинции Ардахан Западной Армении, под верхность которого замерзла, начало таять под воздействием ветра и горячего воздуха. Жители района, удивленные преждевременным таянием льда, описали ситуацию как знамение судного дня. Похожая ситуация на юге озера Ван, поверхность которого около месяца назад была покрыта 50 сантиметрами льда, из-за холодной погоды уже неделю тает из-за сильных ветров и положительных температур. На дороге, вдущей в село Хайбель Сосунского района Западной Армении, произошел оползень. Глыбы камней, упавших из-за оползни, заблокировали дорогу, а жители только утром узнали, что дорога закрыта. Они привязали канаты к своим машинам, энергично очистили 4-х километровую дорогу от гигантских камней и снова открыли ее для движения. Сегодня исполняется 14 лет со дня убийства Гранта Динга, главного редактора армяноязычной газеты «Окос», издающейся в Стамбуле. Динга был журналистом в стране, где свободолюбивые журналисты преследовались, и как боец за мир, его преследовали националисты. Динг родился в 1954 году в городе Малатья, Западной Армении. В 1961 году вместе с семьей переехал в Константинополь. Он вырос в армянском детском доме в Гедик-Паша, где спустя годы он и его жена Ракель Динг возьмут на себе управление учреждением. Он был приговорен к полугодию тюремного заключения по статье 301 Уголовного кодекса Турции. Динга преследовали особенно за публикацию статей об исламизированных и скрытых армянах. Особенно сенсационным было откровение об армянском происхождении приемной дочери Ататюрка, первой женщины-пилота Турции. Убийство Динга вызвало волну протестов в Турции и за рубежом. Тысячи людей вышли на улицы в защиту Динга под лозунгом «Я армянин, я грант Динга». В том же году был основан Международный фонд «Грант Динга». Ежегодно 15 сентября, в день рождения Динга, фонд организует международную церемонию награждения. В честь Динга была названа улица во французском городе Марселя, в Париже, школа. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сассун. Наверял трек анмер о кинеш. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.